Совсем маленький, коротенький рассказ Джеффри Форда под названием «Пикантный детектив номер 3». До тех пор, пока губная помада не истечет струйкой крови от уш, смешавшись со слезами, не начертает строки кладбищенской поэзии на мучнисто-бледных масках, горестные элегии, что следует читать с первыми лучами солнца, которое, возможно, не взойдет никогда. После того, как грязные деньги перешли из рук в руки и со скрещенными пальцами и раздвинутыми ляжками были прошептаны обещания, уводя к двуязыкому французскому поцелую Мефистофеля, Рэнд Джонсон, обладатель квадратной челюсти, двубортного костюма в тонкую полоску и экзистенциального недомогания, частный детектив, вынюхиватель почему измен, как предательств, кто поставит битое яйцо на то, что хорошее не станет плохим, а плохое еще хуже, вроде ножа в почках или бутерброда с зубами для бабушки или пары бетонных калош для бедняги, угодившего в полосу неудач, занятые в данный момент розыском Сэмми Анноля, короля ящериц, скрипыша гнома и гнуснейшего убийцы с глазами змеи и парой шестифутовых угуан-близнецов в подвале своего дома, с зубами, иглами и кровью холоднее, чем пиво в подвале заныривый лебедь, обчищающих плоть и трупов его жертв не хуже двух зеленочешуйчатых вертикальных пылесосов, хувер, раскрывал посредством собственной плоти и своего уникального вздернутого носа, обрамленные влосами врата влажной мякоти, принадлежавшие красотке Зиме, нынешней подружке Анноля, спускаясь в ее истоптанные многими спелеологами недра, Внутри, наружу, словно один из тех недоумерших призраков, что оказались пойманы между приходом и уходом, и пружины кровати в подвальной ночлежке с видом на свиноотбивной переулок, залитый голубым неоновым сиянием рекламы Папст на той стороне, выскрипывали недоумочную версию буги-вуги-гарниста группы «Б», когда он поймал отраженный в стеклянном глазу мисс красотки двуствольный взгляд Сэмми в дверном проеме, заставивший его с быстротой молнией выхватить пистолет из кобуры на лодыжке, и выпали через левое плечо, пробуравив дыру в копеечном сердце короля ящериц, кончая одновременно и его, и в нее, так что первым звуком, который тот услышал в качестве призрака, был задыхающийся бесстрастный всхлип зимы. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок